Всем привет! Сегодня в рамках нашей рубрики Бои из жизни и обзор решений в них мы с вами рассмотрим еще один бой В этот раз это будет крейсер Бойл был сыгран не так давно на одном из стримов И кстати, новость относящаяся возможно не столько к боям, сколько к конкретно этому каналу Я поборол свою лень, я поборол свою жабу И еще не факт, что из этого было сильнее И так и доехал до магазина и разжился микрофоном Который вот прям совсем-совсем микрофон Надеюсь, это поможет Итак, по анализу сетапа мы не увидели ничего особенного Бой достаточно близок к идеальному Мы в топе, авианосцы всего лишь четвертого уровня У врага нет злых линкоров Но все это не так существенно Что гораздо больше меня тревожит в этом бою Это то, что во вражеской команде Если ничего не путаю, как минимум Три человека Это из наших зрителей, которые катались на стриме вместе с нами А это значит, что фокус практически гарантирован Что ж, итак, выбор направления Ну, так как мы ближе к точке С Едем на С Будь мы эсминцем, возможно, был бы смысл поехать на Б Но пока наш план состоит в том, чтобы пойти в сторону точки С Если кто-то подвернется По нему, соответственно, пострелять Но постараемся не вылазить Постараемся играть осторожно и сейфово И пока действие только разворачивается Давайте вкратце освежим в памяти Характеристики нашего замечательного крейсера Дальность стрельбы чуть меньше 15 километров Точность, в принципе, вполне годная Торпеды Торпеды здесь превосходят Торпеды прокачиваемого аналога Амахи Торпеды у нас 8-километровые Впрочем, не стоит слишком уж сильно на них полагаться ПВО ПВО для своего уровня достаточно неплохое Достаточно годное Конкретно в моем случае На Мурманске у меня катается капс Михаила Кутузова И поэтому взят перк на ручное управление ПВО И для Мурманска это не оптимальный вариант В качестве перка для 4-й полки Если говорить о ПВО Я бы, пожалуй, предпочел усиленную огневую подготовку Наш миниказы засвечивает вражеского Клемсона Это наша приоритетная цель Берем убеждение Открываем огонь Внимательно поглядываем на горизонт И очень стараемся не подставиться Под вражеские линкоры Которых, несмотря на то, что пока не видно Но где-то там они должны идти Я думаю, любой, у кого за плечами уже Хотя бы боев 150-200 В принципе, сможет запомнить на какой карте Кто куда ходит На этой карте Медленные тяжелые линкоры Как правило, давят неторопливо по Ай-линии Пытаемся добрать эсминца Не получается Напротив засвечивается Мурманск Пушкин Если не ошибаюсь, это один из подписчиков Нужно быть осторожным Сейчас, возможно, было бы Неплохо вырваться на Ай-линию Но засвета не было Поэтому я пока остерегаюсь И отворачиваюсь назад Вражеские торпедоносцы Ставим на них приоритет ПВО Хуже не будет Итак Первая цель Вражеские миоги Заряжаем фугасы И пытаемся повесить на него Парочку пожаров Чтобы его немного развлечь И тут мы убеждаемся Что решение не идти дальше Было правильным Так как кроме Одного линкора Мы видим там же Мурманск Мы видим там же Вайоминг В целом Вайоминг Сам по себе Возможно, это и не самый опасный противник Но, тем не менее На расстояниях Ближе к 10 километров Он может нам Вполне уверенно Вышибать цитадели А пушки у него злые Разворачиваемся Маневрируем Не стоим на месте Все время Меняем скорость Меняем направление Меняем направление хода И продолжаем Отстреливаться По эсминцу Так как Было бы очень неплохо Его забрать В том числе Чтобы облегчить Жизнь совзводному Минниказу Под управлением Максима Бегемота Минниказа Хорош Спору нет Но Клемсону В ближнем бою Может ему навязать Артиллерийскую дуэль И существенно Осложнить жизнь Заряжаем ББшки Пробуем Откидаться По Мурманску Но Мурманск К сожалению Не спешит Нам Подставляться Бортом И Маневрирует Увы Мог бы И идти Ровно И подставиться Под ББшки Но Нет Заряжены ББшки По прежнему Не теряем Надежды Выцелить Мурманска Хотя Возможно В настоящий момент Было бы лучше Переключиться На фугасы И повесить Еще Пару Тройку пожаров На вражеские Линкоры Замечаем Приближающиеся Бомбардировщики И Торпы Ставим Приоритет Для ПВО И пытаемся Прикрыть Союзный Линкор Насколько Это возможно Мурманск Бортом Продолжаем Попытки Но Увы Пока Не очень Отворачиваем Налево От Мурманска Не подставляем У свой борт И тут же Видим Что так Мы можем Чего доброго И в союзный Линкор Впилиться Поэтому Снова Меняем Направление И Не прекращаем Попытки Сбрить Мурманска Так как Мне кажется Что он идет Бортом И в него Очень даже Неплохо Может войти Но К сожалению То ли Мурманска Достаточно Грамотный И маневрирует То ли Я неверно Беру Упреждение Не получается Вражеский Мийога Собирается Идти в атаку На всякий случай Кидаем Торпеды Торпеды Это сугубо Вспомогательное Орудие Но Тем не менее Почему бы Нет вдруг Зайдет Вражеский Минниказа Идет В размен С нашим Минниказа Что ж Жаль На горизонте Появляется Еще Один Крейсер Кёнигсберг Под управлением Подписчика Пяти раз В размен ХП С двумя Вражескими Крейсерами Особо желания Нету Смотрим По сторонам Прикидываем Что бы И как бы Сейчас Пересматривая Реплей Я вижу Что Совершенно Не замечаю Вражеский Эсминец Который Находится Несколько Выше Ну Что ж Могу Сказать Своё Оправдание Только То что В настоящий Момент Активно Пытаюсь Маневрировать И не Отдаться При этом Стараюсь Следить Чтобы не Поворачиваться Бортом Ни к одному Из крейсеров Ни к линкору Который Идет Сзади Меня Торпеда Тем часом Успешно Входит В линкор Который Решил Пойти В разведку По Очкам Все Достаточно Неплохо Не лезем На рожон Маневрируем Отстреливаемся Точка С Не наша И Я на нее Ити Не буду Так как Уже Упоминал О том Что Линкор Пусть даже И четвертого Уровня На близком Расстоянии Может быть Опасен Продолжаем Артиллерийскую Перестрелку С крейсерами И Пытаюсь Сманеврировать Пытаюсь Уйти За Остров По Совету Совзводного Обратить Внимание На точку Б Решаю Что да В принципе Почему бы и нет Все равно Собирался Маневрировать За островами Почему бы Заодно И не попробовать Забрать Точку Собственно Туда и Направляемся Продолжаем Перестрелки Пока Ничего Интересного Пока Ничего Необычного Интересное С моей точки Зрения Начнется Чуть Чуть Подальше Когда я То ли Не рассчитав Слишком Сильно Окажусь В близости Вражеских Крейсеров То ли Это у меня Такой Гениальный План На самом Деле Просто Не Подрассчитал И Слишком Сильно Под них Вылез Но Тем не менее Точки Забирать Нужно Несмотря На перевес В очках Перевес По базам У врагов На примере Вражеского Мурманска Можно Оценить Как Успешно Уходить На Ретираде Отступать То есть Постоянно Маневрирует Играет Со скоростью Играя С направлением Движения Выцелить Его Достаточно Тяжело В то время Как Вражеский Кёнигсберг Насколько Я вижу Идет Гораздо Более Прямолинейно Стрельба По Мурманску Особо Не приносит Видных Видимых Результатов Переносим Огонь На Кёнигсберга И пытаемся При помощи Наших ББшек Объяснить Ему Что Не стоит Ходить Бортом К вражеским Крессерам И Вроде бы Это у нас Начинает Получаться Постоянно Держим В памяти И отмечаем Что Крессеров Два Но Мурманск Пока что Отступает Он для нас Достаточно Не опасен Вражеский Кёнигсберг Делает Ошибку Он Поворачивает Направо Почему Эта ошибка Это будет Видно Несколько Позже Засвечиваются Вражеские Авики Почему бы Не кинуть По ним Конечно В идеале По ним Кинуть Фугасами Чтобы Повесить Пожар Но Времени Нет У меня Здесь Два Крейсера Ситуация Начинает Становиться Критичной Так как План Мурманска Как мне кажется На этот момент Обойти И меня И зайти Ко мне Сбоку Возвращаемся К Кёнигсбергу Который Семь Повернул Направо Место Чтобы Повернуть Налево Сейчас Он Вынужден Упереться В остров Будет Чтобы Этого Избежать Мог сделать То же Самое Поэтому Скидываем Скорость Поворачиваемся Носом Чтобы Не Подставляться К ним Бортом Напряженный Момент Нужно Добрать Коня И Отстрел По коню Есть Добрали Коня Мурманск Выпустил Оба Пака Торпед Три Секунды И И Окончание Перезарядки Торпед И Пошел Пак Есть Отлично Мы Чудом Остались Живы Ну Во всяком Случа Это был Достаточно Напряженный Момент И Теперь Наступает Именно Тот Момент Боя В котором При котором В танках Обычно Пишут Арта Топись Осталось Два Вражеских Авианосца Один из Которых Шотный Авианосцы Сами По себе Достаточно На этом Уровне Пока еще Не очень Злые И Плюс К ним Приближается Наш Союзный Крейсер Под управлением Тури Возле них Находится Наш Эсминец Под управлением Знаменитого Игрока Ренейн Юзер Ну и По ним Также Веду Огонь Я Итак Ну собственно Исход Боя Уже Очевиден Могу Добавить Что По Результатам Это Если И не Самый Результативный Мой Бой На этом Крейсере То Возможно Один из На этом Я с вами Прощаюсь Не повторяйте Моих Ошибок Делайте Ваше Собственное Всего Доброго Удачи Продолжение следует